Доброе утро, дорогие телезрители! И вот мы начинаем наше интересное и познавательное гостевое включение. Как гласит Википедия, CrossFit – это брендированная система физической подготовки, созданная Грегором Глассманом и зарегистрированная в качестве торговой марки корпорации CrossFit в 2000 году. Продвигается как система физических упражнений и соревновательный вид спорта. Что такое CrossFit по-костанайски, расскажут наши гости. Тренер клуба «Газгольдер» Денис Мещур и Кристина Мещур. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, давайте, конечно, сразу самого интересного. Расскажите нам, что есть CrossFit? Ну, CrossFit – это такой вид спорта, он достаточно молодой, набирает обороты. И главная задача CrossFit – это всестороннее и гармоничное развитие человека. То есть он должен уметь бегать, плавать, прыгать, поднимать тяжелый вес. То есть он должен быть разносторонним и должен уметь все. То есть прям вот абсолютно все, да? Абсолютно все. И бывает так, что на соревнованиях, когда атлет едет выступать на соревнованиях, он не знает, что будет на соревнованиях и узнает буквально накануне, прям перед выполнением комплекса. А это с сюрпризом, чтобы не расслаблялись, да? Нужно уметь все и быть готовым ко всему. Замечательно. А с чего начать тренировки по CrossFit? Тренировки по CrossFit, для того, чтобы начать, нужно прийти в CrossFit-зал, обязательно работать с тренером, который подберет грамотно нагрузку, подберет упражнения и подскажет, как выполнять комплексы. Хорошо. А есть ли необходимость перед самим походом в зал подготовиться к CrossFit в домашних условиях? Не обязательно. Не обязательно. В нашем зале, например, у нас 5 уровней нагрузок от новичков до профессионалов, и под каждую категорию подбирается своя программа, своя тренировка. То есть, если человек приходит, даже с нулевым уровнем, для него подбирается нагрузка, и постепенно он становится уже продвинутым в уровне CrossFit. Ну, вот, допустим, человек приходит в ваш зал, говорит, я хочу заняться CrossFit. Что вы мне посоветуете, что вы мне подскажете? На сей момент вы принимаете человека, говорите, что для него лучше в зале, в специально оборудованном месте, а вот он захочет поплавать. Что, вы куда-то отдельно с ним выезжаете? У нас бывают такие тренировки, когда мы проводим тренировки на улице, у нас бывают тренировки на пляже, мы проводим тренировки в бассейне, то есть, тренировки всесторонние, то есть, абсолютно разные. И мы плаваем, да, у нас проводятся тренировки именно по плаванию. Наверное, особенно летом, да? Да, да, в летний день, конечно. Когда есть речка. Да. Хорошо. А каковы преимущества CrossFit перед другими видами фитнеса? Ну, вот, CrossFit, самая основная его задача, как я уже сказал, это гармоничное развитие. То есть, нет узкой специализированной направленности, как в других видах спорта, да, то есть, тот, кто, человек, который занимается со штангой, ему будет тяжело бегать. Тот, кто бегает, для него тяжело будет поднимать штангу. А у нас мы можем поднимать и тяжелые веса, мы можем долго бежать, мы можем плыть в озере, в океане, в бассейне. То есть, вот это вот всестороннее развитие CrossFit именно. Ну, мне кажется, это очень большая нагрузка. Кристина, поделитесь немножко своими впечатлениями о CrossFit. Ну, у меня какие впечатления? Ну, мне нравится. Ну, вы сами занимаетесь и посвящаете мне часть своей жизни. Конечно, да, я занимаюсь уже с 2013 года, конечно, с перерывами на декрет. Но мне нравится, я получаю от этого удовольствие. Поэтому пусть все приходят на CrossFit. Вот развиваются, получается, абсолютно, да, все мышцы тела человека? Да, абсолютно. А как развить именно выносливость вот эту, чтобы, ну, на все силы хватало? В комплексе, в CrossFit используются различные режимы выполнения упражнений. Бывают режимы силовые, когда выполняются упражнения с отягощением. Бывают комплексы на выносливость, да, метконы так называемые. То есть, развиваются все качества. Бывают выносливые циклы, когда бегают, бывает прыгают. То есть, упражнения разные. Ну, вот такие прям фотографии, да? Просто полную силу, да, люди работают, такие живые фото, как говорится. А каким возрастным категориям населения, вот, показано этот вид спорта? Вид спорта CrossFit, он, опять же, да, от мала до велика. То есть, есть программа CrossFit Kids, когда занимаются дети, да, от двух лет там есть определенные программы. И до преклонного возраста, когда обязательно нагрузка масштабируется. То есть, масштабируется, то есть, подбирается и регулируется под каждый возраст, да. То есть, человек в возрасте 80 лет, да, он не будет поднимать штангу, хотя есть такие случаи, да. Для него подбирается нагрузка функциональная. То есть, то, что ему пригодится в жизни и то, что используется в жизни, да, наклоны, приседания, повороты. То есть, это все делается именно с учетом возрастных особенностей. Ну, касательно возрастных особенностей, понятно. Но вот любой человек, даже, в принципе, в молодом возрасте, наверное, в силу каких-то обстоятельств, не имеет такого здоровья, чтобы вот как-то в полную силу заниматься CrossFit именно для своего возраста. То есть, что таким делать людям? Вот первая тренировка по CrossFit занимает 30 минут. 30-40 минут в зависимости от уровня подготовки. Для человека, занимающегося, она может показаться легкой, то есть, разминкой. А для человека, не занимающегося, она может показаться тяжелой. Так вот, человек приходит на первую пробную тренировку и пробует, смотрит, как занимаются другие ребята. Занимаются другие новички, продвинутый уровень. И может попробовать, то есть, постепенно на первой тренировке человека никто не заставит поднимать тяжелую штангу или делать сложные гимнастические упражнения. Все делается постепенно. И вначале, на первых тренировках, человек делает разминку. Постепенно втягивается, адаптируется и постепенно нагрузка повышается. Ну, вот, Кристина, да, вы как тренера, конечно, тоже следите за этими моментами и понимаете, на что способен человек, чтобы в дальнейшем дать ему. На первых тренировках, конечно, когда человек приходит, мы сразу же первым делом спрашиваем о том, какие-то, есть ли у него проблемы со здоровьем, для того, чтобы понять нам, какие можно, какую нагрузку можно ему давать, какую нельзя. И уже исходя из всей информации, которую они нам говорят, мы уже даем им нагрузку. Замечательно. А какой инвентарь используется в комплексе занятий? Ну, в нашем зале есть перекладина, на которой люди подтягиваются, делают различные упражнения. Запрыгивание на тумбы, то есть тумбы определенной высоты 50, 60, 70 сантиметров. Мечи тяжелые от 9 до 15 килограмм. Штанга. В нашем зале есть грибной тренажер, на котором тоже выполняются упражнения. Вот скакалка, упражнения с собственным весом. То есть человек может работать, просто делать упражнения без каких-то утяжелителей, и он может хорошо поработать. Вот я думаю, сейчас многие девушки, которые нас смотрят, задаются вопросом, а сколько же килограмм-то можно потерять с помощью занятий микросфитом? Килограммы разные, да? То есть у нас люди худеют, приходят. То есть когда человек приходит, ну, занимается в тренажерном зале, и вдруг приходит к нам, то есть происходит смена нагрузки, смена деятельности, и вот эта вот смена дает большой такой всплеск. У тех, у кого вес стоит, он начинает резко уходить. Есть люди, которые не только хотят скинуть, но и хотят набрать вес. Вот, например, раньше я весил 65 килограмм, и сейчас я вешу 85. И моя задача была набрать, да? И вот благодаря кроссфиту я набрал, хотя многие думают, что кроссфит это для похудения. Совершенно нет. Ну, почему нет? Ну, и все приходят с этим, что мы хотим похудеть. Совершенно верно, да. Основная мотивация людей, которые приходят к нам в зал и хотят заниматься кроссфитом, это задача похудеть. Но для нашей задачи, да, как тренеров, научить человека новым элементам, укрепить его здоровье и улучшить его качество жизни. То есть все, что происходит с ним, он худеет, набирает, мышцы становятся более подтянутые. Это все происходит как бонусом, вот. А самое главное, это укрепление здоровья и улучшение качества жизни. Ну, я вот так подозреваю, все-таки, допустим, если придерживаться правильного питания, то кроссфит обязательно приведет, да, к похудению. И насколько важно соблюдение именно вот определенного режима питания? Ну, режим питания, это безусловно важно, да, как и неотъемлемая часть восстановления сон, здоровый сон, режим дня питания и тренировки. На тренировках человек всего, ну, в среднем, да, три раза в неделю. Три раза в неделю по часу, все остальное время у него своя жизнедеятельность, да, и питание это одно из основных для похудения. Замечательно. Ну, давайте так приоткроем завесу тайны. Мы знаем то, что вы недавно вернулись из России соревнований, да. Поделитесь своими результатами. И как часто принимаете участие в подобных состязаниях? Ну, вот мы были на турнире в Южноуральске, нас пригласили наши товарищи, друзья, достаточно удачно съездили. Нас поехало 15 человек, команда, да, а выступало участников 7. Все остальные это ребята были группа поддержки. Вот Кристина заняла первое место. Ребята у нас заняли, Денис Костин, он занял третье место, Ирина Федоренко третье место. Достаточно удачно съездили. Упражнения были разные, было три комплекса. Вот, ну, Кристина расскажет о соревнованиях, что ли. Ну, было три комплекса, как Денис сказал. Первое задание было поднять штангу с пола. 30 раз 40 килограмм у девушек, у мужчин 70 килограмм. Запрыгивание на коробку 30 раз. Махи-гири 30 раз и бег 300 метров. Это нужно было сделать за минимальное количество времени. Ну, сделали. Второй комплекс был, он, ну, силовой задание. Силовой комплекс, да, просто нужно было установить 5-повторный максимум штанги, свиса сделать, взятие. Ну, как бы здесь много кто из наших ребят прям боролись со штангой и установили свои личные рекорды, которые они не сделали на пробных тренировках в зале. И финальное задание было на выносливость. В течение 10 минут нужно было выполнять комплекс 50 прыжков на скакалке, 10 запрыгиваний на бурпи, плюс запрыгивания на тумбу. Такое упражнение, да. Да, и трастеры, упражнение, подъем штанги над головой 10 раз. Потому что, ну, мало кому будет понятно название. И толчок гири 12,5 килограмм у девушек и у мужчин 24 килограмма 10 раз. И этот комплекс повторять в течение 10 минут и как можно больше сделать повторений. Соревнования были любительского уровня. То есть ребята принимали участие в этих соревнованиях впервые. То есть у нас всего два атлета, кто выступал ранее. То есть Кристина у нас более опытный атлет, который выступал уже на других соревнованиях. То есть Кристина у нас победительница этапа чемпионата Азерис среди любителей в Новосибирске. И серебряный призер всероссийского мультитурнира «Зов танкограда» в Челябинске. То есть достаточно опытный атлет, но прерывалась на беременность. То есть мама двоих детей. И для тех, кто вставал на пьедестал, было удивлением, что Кристина входит на пьедестал за первым местом с двумя детьми. Потрясающе. А на соревнованиях мы участвуем достаточно часто. У нас в течение года есть календарь. Мы выезжаем на соревнования. Но чаще всего это Россия, город Екатеринбург, Челябинск. Вот Южноуральск подключился к нашей географии. Мы ездим в Астану, Алмата. То есть география соревнований обширна. То есть мы не упускаем возможности поучаствовать. Вот это правильно. Никогда нельзя, да, упускать возможности. Думаю, вы согласитесь. Денис, в самом начале программы вы сказали, что порой, когда люди идут на соревнования, они даже не знают, чего им ждать. То есть в этот раз была такая же ситуация? В этот раз турнир любительский. То есть для ребят, которые только начинают свое становление в соревнованиях. И поэтому комплексы анонсировали заранее. И это было определяющим фактором для тех, кто не решался поехать. Мы узнали задания заранее, мы их попробовали, и ребята согласились поехать. А надо бы себя попробовать. То есть многие боятся выступать на соревнованиях, но как показала практика, то есть на соревнованиях особая атмосфера, особый кураж, эйфория, и ребята зарядились эмоциями, получили заряд бодрости. Да, и, конечно же, положительное настроение и еще больше здоровья в организм, так сказать. Вот просто все время, пока мы говорим об этих состязаниях, вот я слышу слово «килограммы-то эти поднять», «только там поднять килограммов», «там килограммы-то». Я просто не представляю. Я, в принципе, человек, который пытается себя приручить к спорту, полюбить его три раза в неделю стабильно посещать спортзал, но я даже не представляю, как можно вынести такую нагрузку, как же вот просто простым людям привыкнуть к этому, полюбить это по-настоящему. Но это же происходит, вот вы приходите на тренировку, вам же не дают сразу такую максимальную нагрузку. Вы приходите, начинаете работать с простыми упражнениями, то есть постепенно, 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 и тогда уже через 2-3-4 месяца, ну, смотря как вы восстанавливаетесь, как вы посещаете тренировки, это тоже очень зависит, и постепенно вы привыкаете, и потом для вас уже, ну, это не кажется, боже, как я это могу сделать. Вы приходите, и вы выполняете этот комплекс. Это не делается так, что пришел, сразу тебя запахали, закидали, загонтыли, поднимали, и все, и вы выходите, и все, у вас рук, ног нет, все, нет. Такого нет, это ошибка, кто так думает. Постепенно человек адаптируется, и нагрузка повышается систематически. Да, конечно. То есть не сразу. Никто не будет вас сразу закидывать упражнения. Хорошо, а сколько раз в неделю вот желательно посещать занятия? Три раза в неделю будет достаточным оптимальным уровнем для развития. Ребята на препрофессиональном уровне занимаются у нас 5 раз в неделю бывает, и несколько тренировок в день бывает. Но для начального уровня вот у нас ребята занимаются 3-4 раз в неделю. То есть у нас 3 тренировки может проходить в зале, а по субботам у нас уличные тренировки, подключается четвертая тренировка на неделе, и выходят ребята на улицу. То есть упражнения разные. Наверное, кто раз в 5 в неделю посещает, это ходит с непробивным прессом и такими огромными банками. Нет, нет, нет. Это тоже стереотип. Да, замечательно. Знаете, как говорится, во всякой бочке меда есть ложка дегтя. Вероятно, в занятии кроссфитом есть помимо неоспоримой пользы какие-то противопоказания. Вот по поводу противопоказаний. Ни один диагноз не должен останавливать человека на пути к его здоровью и улучшению качества жизни. Вот как пример можно привести Алексей Копылов, который был на этих соревнованиях, занял 10 место. Буквально он у нас занимается с февраля месяца. И врачи запретили ему заниматься. Из-за проблем с коленями сказали, что практически спорт противопоказан. Но при грамотном профессиональном подходе, если подобрать нагрузку, то можно человека восстановить. То есть большинство людей с противопоказаниями боятся заниматься. Но каждый человек утром встает с кровати, наклоняется, ходит. То есть это естественные движения, которые он делает в течение жизни. То же самое и с кроссфитом. Человек приходит и подбирается нагрузкой именно с его особенностями. И поэтому ни один диагноз не должен останавливать человека. И вот Алексей, ему запретили заниматься, а на соревнованиях он занял 10 место. То есть благодаря именно грамотно подобранной нагрузке. И если у человека есть какие-то противопоказания, то не нужно самостоятельно заниматься. Обязательно должен быть профессионал, который знает, как подобрать нагрузку под то или иное заболевание. Вот именно так. Денис, а вы как тренер давно занимаетесь этим? Кроссфитом я занимаюсь именно с 2013 года. До этого с 1998 года я занимался легкой атлетикой. Был все время щуповый, такой худенький парень. И захотелось стать более мужественным, что ли к 30 годам стать побольше. И встал в поисках этого, заниматься с отягощениями в тренажерном зале. Но это было не настолько интересно и не настолько всестороннее развитие было. И вот наткнулся на кроссфит в 2013. И вот уже пятый год я занимаюсь кроссфитом. Потрясающе, конечно. Ну, замечательно, что сказать. В принципе, вы всю жизнь в спорте находитесь, любите его. Совершенно верно, да. То есть 14 лет как начал заниматься и уже больше 20 лет занимаюсь кроссфитом. И жена ваша тоже вместе с вами заодно. Совершенно верно, да. И Кристина занимается со мной. И вот даже на соревнованиях мы поехали с детьми. Да, все время были дети с нами рядом во время соревнований. И даже на пьедестал дети поднялись. Они у нас варятся в нашей каше. С самого детства, да. Чтобы знали, привыкали. А есть какие-нибудь планы на ближайшее будущее? Может, еще какие-то соревнования предстоят? Такие же любительские или может, профессиональные? Ну, ближайшие соревнования, на которые готовится наша команда, это Кубок Вызова в Екатеринбурге, который пройдет 29-30 сентября. Это будет любительский турнир в первый день для любителей. И профессиональный во второй день для профессионалов более продвинутого уровня. Также в этом году, к концу года должен провестись Кубок Казахстана. То есть это самый главный старт страны. Ну и уже будем готовиться к следующему году. То есть основные старты пройдены. Вот два соревнования, которые нам предстоит. Замечательно. Ну, я думаю, вы всех призываете, несмотря ни на что, приходить и заниматься кроссфитом. Обязательно. Полюбить его и никогда не оставлять, да, как говорится. Ну вот, дорогие друзья, мы будем уже подходить к своему логическому завершению. У нас в гостях были тренер клуба «Газгольдер» Денис Мищур и Кристина Мищур. Конечно же, Кристина, мы бы хотели вам пожелать побольше достижений. Все-таки, чтобы ваши дети брали с вас пример. Вы большая молодец то, что способствуете своим детям в этом развитии. Большая молодец то, что сами выдержали и не опустили руки после рождения. Сразу пошли заниматься, качать баночки и прессик. И, конечно же, вам, Денис, тоже хотим пожелать обогащения душевного, так сказать, в вашей профессии. Чтобы вы всегда очень много вдохновлялись и вели своих соратников, попутников по преданному пути, да, так сказать. Спасибо. Спасибо, что были с нами. До свидания. Мы продолжаем.